Эфир телеканала «Ноябрь 24» продолжает программа «Актуальное интервью». Сегодня тема нашего разговора – благотворительность. И у нас в гостях представитель благотворительного фонда «Вселенная добра» Юлия Мурзина. Юлия, здравствуйте. Добрый день. Три года назад был создан ваш благотворительный фонд. С чего все началось? В 2013 году проводилась огромная работа с беженцами. Данную работу поручили проводить общественные организации «Многодетные семьи». Выполнялся очень большой объем работы. Это и перевод документов, это и обучение. И также предполагалась помощь не только беженцам и многодетным семьям, но и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В связи с этим было предложено создать благотворительный фонд для того, чтобы помогать вот таким людям уже не в рамках многодетных семей, организации, а в целом. Благотворительного фонда. Скажите, а чем благотворительный фонд отличается от общественной организации? Ведь цель, по сути, одна и та же – помогать нуждающимся. Дело в том, что если смотреть в юридическом направлении, то общественная организация не может иметь прибыли и какого-либо дохода. В отличие от фонда. Фонд может оказывать услуги и также получать пожертвования от кого бы то ни было и направлять их на уставные цели, а это именно помощь людям. Какова главная цель вашего благотворительного фонда? Наш благотворительный фонд был создан для помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это те люди, которым требуется срочно здесь и сейчас помощь. Когда государство не в силах помочь по тем или иным причинам, то беремся помогать мы. Когда нужно срочно собрать деньги. Когда уже, например, получили эти граждане помощь в этом году и больше они получить не могут. А, например, помощь очень нужна. Поэтому мы открываем сбор, собираем на средства реабилитации, лекарства и, возможно, на какие-то вещи, продукты, медикаменты. Потому что к нам обращаются и с такими просьбами. Вы были созданы благодаря общественной организации «Многодетные семьи». Многодетные семьи, в основном, для наших жителей, это организации, которые помогают, прежде всего, семьям, у которых много детей. То есть детям. А у вас шире вот эти категории? То есть не только детям помогаете, так понимаю? Понимаю, что мы помогаем всем людям, независимо от возрастной категории, тем, кто давно проживает на Ямале. Они сами к вам должны обращаться? Или вы благодаря каким-то своим источникам узнаете о таких вот людях? Ну, бывает, мы и узнаем о таких людях, беремся помогать. Но, по большей части, к нам люди приходят. Приходят, обращаются, мы отрабатываем с соцзащитой, с центральной городской больницы. И если они уже не в силах помочь, то тогда беремся помогать мы. Это из-за каких-то юридических препонов, да, возможно, что они не могут помочь? Бывает по-разному. Я же говорю, бывает, уже помогли в этом году, больше помочь не могут. Вот. Бывает, что в частную клинику нужен счет, нужно лечение в частной клинике, а государство оплатить этого не может. И поэтому мы стараемся помочь. Мы рассматриваем каждую ситуацию, кто к нам обращается. И поэтому... Скажите, у нас в Ноябрьске очень много некоммерческих организаций, общественных организаций, а благотворительных фондов не так много. Это действительно так или мы просто о них не знаем? На самом деле существует более 13 благотворительных фондов, но все они были созданы для, в основном, для помощи членам своих семей. И поэтому вот так вот создали, помогли и, в принципе, наверное, закрылись, но на бумаге продолжают свою работу. К вам обращается человек, просит помощи. Вы услышали просьбу. Куда вы обращаетесь? Где вы берете финансы, средства? Когда к нам человек обращается, мы проверили все документы, если все в порядке, то мы открываем сбор. И все деньги, которые поступают на счет благотворительного фонда, мы направляем на помощь данному обратившемуся. Насколько у нас вообще активно участвуют горожане, оказывают помощь? Ну, у нас на самом деле очень добрые и отзывчивые горожане и предприниматели, предприятия города, за что хочется сказать им огромное спасибо. Наши жители готовы в любую секунду откликнуться на любой клич о помощи. И поэтому спасибо им за это огромное. Давайте вот на примере, какие акции сейчас у вас проходят и где участвуют наши горожане? На данный момент самая масштабная акция – это «Помоги собраться в школу». Нужна… Традиционная такая акция, да? Да. Детям нужна школьная форма, обувь, канцелярские принадлежности. Бывает потому, что порой так, что в семье малоимущий 2 и 3 ребенка. И даже бывают такие случаи, когда ребенок опаздывает в школу лишь потому, что у них вдвоем, например, с погодкой одна форма или один ранец. И поэтому порой учителя, может, и не знают о таких вот казусах, которые бывают в жизни. Мы стараемся помочь достойно собраться в школу. Призываем предпринимателей нашего города откликаться, жителей. Ведь сейчас как раз такая пора, когда все начинают готовиться к первому сентября, начинают пересматривать свои, так скажем, запасы. И думаю, что у кого-то, например, найдется лишняя тетрадка, у кого-то ручка. И вот так вот со всего города понемножку мы можем собрать большое количество детей. На данный момент у нас 50 человек, кто нуждается, но это еще не окончательная цифра. Поэтому помогайте, помогайте творить добро. А к отчевникам, я знаю, что вы собираете помощь, да? Да, уже была отправлена первая партия вещей, хозяйственных принадлежностей, постельных. То есть там всего-всего игрушек. Сейчас готовится к отправке вторая партия, которая уже больше, уже существенней. Там будут и полушубки зимние, и посуда, хозяйственные принадлежности, также одежда, игрушки. Думаем, что это очень нужно и востребовано. В 2013-м активно помогали беженцам. Сейчас уже такой ситуации нет? Нет. К счастью, все беженцы уже работают, все устроились. И поэтому... После того, как соберете детей в школу, отправите к отчевникам в помощь. Уже есть какие-то планы по дальнейшим акциям? Конечно. У нас, помимо того, что сейчас еще проходит акция «Помоги собраться в школу», ежегодно на протяжении всего года проходит сбор вещей, игрушек, каких-то ненужных уже людям, например, вещей, которые малоимущим могут помочь. Также у нас проходит такая вот акция «Коробочка для новорожденного». Что она с собой представляет? Если у нас есть такие случаи малоимущих мамочек, семей, неважно, которые ждут прибавления, находятся в интересном положении, то они приходят к нам в фонд, обращаются, мы собираем все необходимое на первое время для ребеночка и торжественно приходим ее поздравлять в роддом. Мне кажется, что в каждом регионе свои проблемы. Это как-то на жителей тоже накладывается отпечаток. На ваш взгляд, наши люди, в чем их основные проблемы? Это сбор помощи на лечение или именно моим мужчинам нужно вещи собрать? В чем они нуждаются, в основном, наши жители? У нас, знаете, вот каждая история, каждая судьба человека, она разная. То есть нельзя сказать, что у нас всем поголовно нужно помочь лечением или всем поголовно нужно помочь вещами малоимущим. Каждый человек приходит, кто-то просит продукты. Самое элементарное, самое простое. Да, у нас есть и такое в городе. Просто об этом не знают, наверное, не слышат. Или, может быть, мы не хотим слышать о таких людях, как бы видеть. Но бывает и требуется и одежда, и на лечении разные. То есть сказать вот что-то конкретно, то невозможно. А сам благотворительный фонд с какими-то проблемами сталкивается? Ну, естественно, очень большая проблема, с которой мы поставили себе цель бороться и искоренять, это вот методы сбора частных пожертвований. Вот эти вот бабушки, девушки, которые стоят около магазинов, просят неизвестно на что. То, как бы, немного это подкашивает, наверное, нашу работу. В том плане, что человек, когда отдает ему помощь, он думает, а, для себя я поставил галочку, я молодец. Куда оно пошло, дальше человек это не интересует. У нас же работа, она максимально прозрачная, максимально открытая. Постоянно мы показываем, что мы делаем, для чего мы делаем. И поэтому я призываю всех, наверное, помогать благотворительным фондам, когда вы знаете, что помощь пойдет именно туда, куда нужно. А взаимодействуете ли вы с другими общественными организациями? По специфике своей работы мы взаимодействуем с организациями, которые занимаются, так скажем, особенными людьми, потому что к нам довольно-таки часто обращаются такие люди и просят помощи. Так давно у вас появилось собственное помещение. Это как-то повлияло на вашу работу? К сожалению, или, может быть, к счастью, мы сейчас планируем объединение двух организаций, вот многодетные семьи и фондов, под одной крышей. То есть в одном фонде на космонавтов 20. Так как для людей это очень большая нагрузка. У нас в основном все специалисты находятся на космонавтов 20. И поэтому, если человек приходит, например, на 40 лет Победы 7, ему говорят, ой, нам нужно что-то там, например, сделать, пойти туда, то это как-то люди не очень приятно воспринимают. И уже как-то накатанные люди идут туда. То есть даже когда был сбор помощи кочевникам, в основном все несли туда. И поэтому мы думаем, что мы же на благо жителей нашего города работаем. Поэтому, думаю, мы объединимся. Юля, а каким образом наши жители в данный момент могут помочь нуждающимся? Хочется отметить, что сборы у нас абсолютно разные. И помочь довольно-таки просто. Можно отправить смс со словом «Ямал» на номер 3434. Тем самым вы поможете нашим горожанам. У нас установлены ящики для пожертвования по очень многим магазинам нашего города. Также можно на расчетный счет в банке отправить какую-то сумму пожертвования. У нас такая история была, что бабушка из Омска узнала о нашем марафоне и перевела. Я не помню, какую сумму. Но это же очень приятно. Издалека, возможно, она там отдала... Пенсию какую-нибудь. Одну из последних купюр от своей пенсии. Поэтому это очень приятно и ценно. Также совсем недавно к нам с предложением вышла одна из экспресс-доставок. И они готовы и уже перечисляют по 10 рублей с каждого отправления на расчетный счет нашего фонда. Очень приятно, что предприниматели не только сами готовы помогать, но и помогают людям делать добро. Ведь человек приходит, он не ожидает. То есть он пришел выполнить то, что ему нужно. А оказывается, он сделал еще доброе дело. Что очень приятно и ценно. Юля, в этом году достаточно масштабно прошел благотворительный марафон «Дари добро». Будет ли его продолжение? Да. На основании того, что мы увидели, как люди откликнулись на наши призывы помочь провести, и принимали активное участие во всех мероприятиях, мы решили провести второй городской благотворительный марафон «Дари добро» ориентировочно осенью этого года. У нас еще планируется в Дне города благотворительная ярмарка. И в связи с этим мы призываем всех мастериц-рукодельниц нашего города откликнуться и принести поделки, какие-то рукоделия к нам на Космонавтов 20 в фонд. Данные поделки будут передаваться за любую сумму пожертвования горожанам нашего города. То есть ставится ящичек, вставляются поделки, и любой горожан может опустить пожертвование и взять на память рукоделия. Таким вот образом, различными мерами, в первом марафоне «Дари добро» было собрано достаточное количество средств, чтобы помочь двум юным жителям нашего города на лечение. Юля, а сейчас вы введете набор волонтеров. Зачем? И кто может стать волонтером? Волонтером может стать любой житель нашего города. Нужно это воспринимать как очень важную часть своей жизни. Нужно участвовать и помогать людям, которые в этом нуждаются. Это можно делать не обязательно школьникам. Можно делать это в свободное от работы время. И поэтому мы всех призываем стать частью нашей команды волонтеров. А чем они будут заниматься? Волонтеры принимают участие во всех благотворительных мероприятиях. Также у нас на будущий год запланировано очень много мероприятий. Также совместно с Центром реабилитации несовершеннолетних «Гармония». Также посещение больниц в предновогодний период. Надеемся, что с помощью наших волонтеров мы сможем осуществить все задуманное. Юля, а раз мы уже начали о планах, а в чем вы видите дальнейшее развитие своего фонда? Фонд у нас молодой, мы не хотим стоять на месте, мы планируем развиваться. Хотелось бы, чтобы у нас было побольше спонсоров. Тех людей, которые бы мы знали, или организации нашего города, или просто жители, чтобы мы знали, что мы можем к ним обратиться, и они откликнутся на нашу просьбу о помощи. Потому что бывает на лечении нужна огромная сумма денег. Но сборами и какими-то мерами, поддержками, акциями, мероприятиями это не собрать. Если бы мы знали, что есть такая у нас, например, организация, которая конкретно уже, имея историю, может нам помочь, то это немножко стало бы работать, наверное, нам проще. Также хочется помогать большему количеству жителей нашего города. Но для нас, как для некоммерческой организации, очень сложно поставить какие-то четкие цели, потому что очень разные у нас приходят истории, люди, которые просят помощи, и поэтому у нас разные проходят мероприятия, как тут это, знаете, приходят спонтанно. То есть раз, сделаем марафон, и действительно получаются прекрасные результаты, люди о нас узнают, поэтому... Я думаю, что у вас в дальнейшем будут прекрасные результаты, и все, что вы задумали, обязательно сбудется. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо большое вам. А я напоминаю, что у нас в гостях будет представитель благотворительного фонда «Вселенная добра» Юлия Мурзина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова